Привет, ребята! Я Егорка, символ конкурса Созвездия Игры, потому что больше всего на свете я люблю играть! А когда я увидел, как играете вы, это так здорово! Живем в разных городах, никогда не виделись, а все-таки похожи! Скажу честно, вы классно вели игровые программы. Я бы так не смог. Но я захотел научиться! Я стану, как вы, юным игротехникам! Ведь это очень почетное звание! Это значит, что ты умеешь играть лучше всех! Отгадайте загадку! Знание красе человека, знание храм... Правильно, библиотека! Там мне дали вот эти книги! Я прочитал их все! От корки до корки! Вы удивитесь, но именно они помогут нам узнать победителей Всероссийского конкурса Созвездия Игры Точка Дети! Играй, играй, и в небе звезды зажигай! Своей игрой! Ты увлекай всех за собой! Игрей, игрей, и улыбайся на заре и на закате! Ты играй, всегда играй! Созвездие игры Созвездие игры Зажгли для детворы Зажгли для всех людей В нем океан затей Созвездие игры Созвездие добра Да здравствует игра Да здравствует игра Созвездие игры Созвездие игры Созвездие игры Созвездие добра Да здравствует игра Мы крикнем ей Ура! 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 Точка Дети! Ура! 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 Играй, играй, и счастье детям раздавай Своей игрой Ты удивляй всех день-деньской Игре, игре, отдай все дни в календаре, Ты никогда не уставай, всегда играй. Созвездие игры зажгли для детворы, Зажгли для всех людей в нем океан затей. Созвездие игры, созвездие добра, Да здравствует игра, да здравствует игра. Созвездие игры, созвездие добра, Да здравствует игра, мы крикнем ей. Созвездие игры зажгли для детворы, Зажгли для всех людей в нем океан затей. Созвездие игры, созвездие добра, Да здравствует игра, мы крикнем ей. Ура! Да здравствует игра! Дорогие друзья, я нахожусь в музее Аничкова дворца. И от имени Оргкомитета приветствую и поздравляю всех участников с завершением восьмого всероссийского конкурса созвездия игры «Точка дети». Конкурс состоялся и выходит на финишную прямую. Около 50 творческих команд представили свои работы в разных номинациях. И отрадно сознавать, что игра объединила увлеченных ребят и педагогов из 30 регионов России и ближнего зарубежья. Оценивали работы 15 независимых экспертов из разных городов. Конкурс вызвал живейший интерес и получил единогласную поддержку у всех членов жюри. Они радовались задору ведущих и непосредственности восприятия игровых затей. Юные ведущие искренне стремились подарить радость игры, но не просто беспечную радость, а радость, наделенную смыслами. Но при этом в некоторых программах эксперты обнаружили сырость, то есть непроработанность программы, которая, к сожалению, негативно влияла на оценки. Однако большинство ведущих смогли продемонстрировать свои коммуникативные навыки, умение вдохновлять и поддерживать участников программы. Через призму мастерства юных игротехников чувствовался почерк наставника. И мы все дружно аплодировали педагогам, которые передают свой бесценный опыт юным дарованиям, делятся новыми идеями и находками. Собственно, педагоги взращивают маленьких волшебников, которые через игру познают радость творчества и вступают в новые ценностные отношения с другими детьми, что, безусловно, делает мир детства ярким и счастливым. А это дорогого стоит. Во многих программах наблюдался высокий уровень эмоциональной и творческой активности участников. Образы ведущих, их открытость и игровой азарт создавали необыкновенную атмосферу, в которой каждый ребенок проживал кусочек своей жизни. И это чрезвычайно важно, так как психологи утверждают, что у ребенка должен быть богатый фонд счастливых воспоминаний, собственная духовная история, которая в будущем может стать опорой на жизненном пути. Ярким примером такого ценностного отношения к участникам стала своеобразная ситуация. В игре дети, которых запятнали, должны были сесть на скамейку, а потом вернуться. Но один мальчик встал лицом к стене и угрюмо смотрел на играющих. Ведущая в это время объясняла условия следующей игры и не сразу заметила мальчика. Но потом ринулась к нему и, что-то восторженно сказав, вела его в круг. Мальчик с радостью присоединился к играющим. По сути, девочка оказала настоящую педагогическую поддержку и, как ведущая, интуитивно использовала основополагающий принцип видеть на площадке всех и каждого. Это, в свою очередь, позволило сохранить атмосферу игры и, может быть, для кого-то прожить счастливые мгновения. Среди участников конкурса были как опытные игротехники, так и новички, которые делали первые шаги. И, возможно, не все получилось, как было задумано. Но желание общаться, дарить радостные мгновения другим в наше непростое время – это путь к сохранению человека в человеке. И этот талант важнее оценок и побед. Друзья, в нашем конкурсе есть победители, но нет побежденных. Потому что игра – это дружба. Игра – это взаимопритяжение. Игра – это движение вверх. От имени Оргкомитета и от себя лично желаю всем участникам новых затей и новых друзей, новых свершений и вдохновения! Какие замечательные слова прозвучали от Ирины Михайловны! Но уже пора приступить к объявлению победителей! И в этом мне помогут мои друзья! Они взрослые, но тоже очень любят играть! И я с ними всегда на связи! Ребята, меня слышно? Прием! Да, Егорка, слышно хорошо! Принимаем звездную эстафету! Привет, ребята! Мы находимся в самом удивительном и таинственном месте Аничкова дворца! В императорской библиотеке Александра Третьего! И уже готовы подвести итоги номинации... Ну, не томи же, ребят! Какой номинации? Да я не томлю! Просто я не знаю, с какой номинации начать! Точно! Нам же Егорка говорил, что мы можем воспользоваться вот этой книгой! И она нам поможет! Мы, конечно, не такие волшебные, как он, но воспользоваться этой книгой тоже можем! Загадывай страницу и строчку! Хорошо! Страница 15, строчка 12 – это сегодняшняя дата! Перед вами 8 звездочек со словами! Сад, лес, роща, парк, соловьиная, дремучий, развлечений, летний Ваша задача – соединить слова таким образом, чтобы получились устоявшиеся выражения! Ну что, получилось? Тогда какую же номинацию мы объявим? Совершенно верно! Номинация «Парк развлечений»! Уважаемые любители игры! Уверяю вас, вы занимаетесь очень нужным делом! Дарите людям праздник и отличное настроение! Это так важно! Особенно в наше время, когда вокруг столько проблем! Дело ваше непростое, потому что хорошая игровая программа – это не просто набор каких-то песен, игр, танцев! Это целостная история, в которой нет ничего случайного! Ни случайных костюмов, ни случайной музыки, ни случайных танков! Как в театре! Это должно быть как в театре! Вот смотрите, литература, книги рассказывают историю своим читателям, театр или кино показывают эту историю! А игровая программа, хорошая игровая программа, приглашает зрителей поучаствовать в какой-то истории, разыгрывает некий сюжет! На мой взгляд, это самый верный путь! Дорогие друзья, от всех экспертов нашей номинации я хочу пожелать вам творческих успехов и настоящих побед! Сертификаты участника получают программу! Звездное будущее России и сокровище одинокого пирата! Социально-оздоровительный центр «Олхинский»! Питер Пен возвращает в детство! Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк»! Республика Беларусь, город Минск! 4К «Виртуальная реальность»! Дом творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга! Фабрика игр! Дом детского творчества номер 15, город Набережные Челны! А также специальный диплом жюри за активную позицию и заразительность ведущего вручается Осель Патыховой, дом детского творчества номер 15, город Набережные Челны! Специальный диплом жюри за командное взаимодействие и заразительность ведущих получает программа «Сейчас шоу!» Дворец детского и юношеского творчества, город Ижевск! Специальный диплом жюри за развитие празднично-игровой культуры получает программа «Хихоньки и хахоньки!» Культурный центр Зодчии, город Москва! Специальный диплом жюри за реализацию социально значимой инициативы получает программа «Батарейка!» Городской дворец детского и юношеского творчества имени Крупской, город Новокузнецк! Специальный диплом жюри за творческую инициативу и бережное отношение к ребенку получает программа «Паровозик!» Центр дополнительного образования детей-лидер городского округа Самара, клуб по месту жительства «Созвездие!» Дипломом третьей степени награждается программа «Кости или победитель забирает все!» Городской дворец детского и юношеского творчества имени Джарты, город Макеевка! Диплом третьей степени вручается программе «Однажды ночью!» Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района, Санкт-Петербург! Диплом третьей степени вручается программе «Вода, земля, воздух!» Городской дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии!» Город Екатеринбург! Дипломом второй степени награждается программа «Чемоданы затей!» Академическая гимназия номер 56, Санкт-Петербург! Дипломом второй степени награждается программа «Волшебная лампа Аладина!» Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района, Санкт-Петербурга! Победителем номинации «Парк развлечений» становится программа «Наше будущее!» Центр внешкольной работы с детьми и молодежью «Академический» Калининского района, Санкт-Петербурга! Интересно, какая же будет следующая номинация? Ой, посмотри! В книге появилась волшебная закладка! Наверное, это не просто так! Так-так-так! Игровой прием вверх тормашками! А что бы это значило? Кажется, я понял, какая номинация будет следующая! Если каждому слову найти противоположное, то получится название номинации! Так, слово «ссора» наоборот будет «мир»! Точно! Ребята, а вы догадались? Номинация «Мир увлечений и открытий» Всем большой привет из Воронежа! Воронеж пятый раз принимает участие в этом замечательном конкурсе игровых программ. И прежде всего, хотелось бы поблагодарить и поздравить Оргкомитет конкурса и лично создателя, инициатора и идейного вдохновителя «Созвездия игры» Ирину Михайловну Карелову поблагодарить за эту замечательную традицию, которая собирает огромное количество городов. «Созвездие игры» — это по-настоящему удивительный мир увлечений и открытий. В номинации именно с таким названием в этом году мне довелось работать экспертом. И от лица всех экспертов данной номинации мы благодарим ребят и наставников за представленные конкурсные работы. Тематика работ была обширной. Вместе с детьми мы искали сокровища короны английской королевы. Мы вдохновлялись, постигали секреты народных художественных промыслов, изучали мудрость книг библиотеки. А некоторым участникам довелось даже заглянуть в мир самопознания. Все старались, все молодцы. В каждой конкурсной работе есть оригинальные творческие решения и идеи. И хотелось бы пожелать еще больше вдохновения, еще больше друзей. И самое главное пожелание — хотелось бы выразить надежду, что следующий конкурс, девятый всероссийский конкурс игровых программ «Созвездие игры. Дети» всех нас соберет в Санкт-Петербурге, в городском дворце творчества юных. Всем спасибо! Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Специальным дипломом жюри за создание образа ведущего и культуру общения награждается Кристина Чернова, дворец творчества детей и молодежи, Республика Марий-Эл, город Волжск. Дипломом третьей степени награждается программа «Территория сознания. Проект Новые грани. Дом детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга». Дипломом третьей степени награждается программа «Школа сыщиков. Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга». Диплом второй степени вручается программе «Веселая игрушка из Вятской деревушки. Центр детского творчества «Ритм. Город Перм». Дипломом победителя награждается программа «Кладовая мудрости». Дворец детского творчества у Вознесенского моста Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Какая же номинация будет следующая? Как нам узнать? А давай я буду листать книгу. Ты скажешь слово «стоп» и мы познакомимся с еще одним игровым приемом. А давай. Стоп! Ребята, попробуйте отгадать этот ребус. Мы видим веер без последних двух букв. Остаются буквы В и Е. Трактор без трех первых букв. Остаются буквы К, Т, О и Р. И в слове «Кобра» буква К заменена на букву Д. Получилось «Добра». А все вместе номинация «Вектор добра». Дорогие друзья, я как член жюри конкурса «Созвездие игры» в номинации «Вектор добра» искренне хочу поблагодарить всех авторов, ведущих и участников программ. Добро – это, наверное, то, что особенно ценно и значимо для каждого в современном мире. Путешествуя с участниками программы, мы оказывались в прошлом и в будущем. В мире реальном, в мире фантазийном. В мире сказки и в мире мечты. Вместе с героями мы узнавали, как творили добро пионеры. Как великие люди смогли воплотить свои мечты. Что особенно важно сегодня для заботы о собственном здоровье. Каким образом защититься от фейковой информации. Как вместе, благодаря совместным усилиям и знаниям, преодолевать любые трудности. Спасибо огромное авторам программ. И хочется пожелать новых друзей, новых идей и ярких, необычных придумок. Сертификаты участника получают программу. Вернемся в прошлое. Дворец творчества детей и молодежи Республика Марий-Элл, город Волжск. Прощание с букварем. Дворец детского и юношеского творчества на Ленской, Красногвардейского района, Санкт-Петербурга. А специальный диплом жюри за артистизм и игровую позицию ведущего получает Мелания Бороздина. Дворец детского и юношеского творчества на Ленской, Красногвардейского района, Санкт-Петербурга. Дипломом третьей степени награждается программа «Красная шапочка» приглашает друзей. Дом детского творчества, город Кашел. Диплом второй степени вручается программе «Без витаминус или шоколадная история. Дом пионеров и школьников, город Воронеж». Дипломом второй степени награждается программа «Коллаборация фильтр» – центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга. И победителем номинации «Вектор добра» становится программа «Мегамечтариум» – дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Осталось всего две номинации. Как думаешь, какую выбрать? А давай я просто выберу страницу наугад. Вот, смотри. Многие уже применили логику и догадались, какая будет следующая номинация. Но раз книга предлагает игровой прием, значит, надо играть. Итак, слушайте внимательно вопрос. По горизонтали девять букв – родина. По вертикали девять букв – лицо, получающее наследство. Совершенно верно. Получились слова «Отечество» и «Наследник». А это значит, что на очереди следующая номинация «Отечество. Наследники». Здравствуйте, дорогие участники конкурса «Созвездие игры». Я приветствую самых заводных, увлеченных и веселых ведущих игровых программ, понимающих, что игра – дело серьезное. С огромным вниманием и не меньшим удовольствием отсмотрел ваши программы. Должен сказать, что во всех, без исключения программах, есть свои находки и изюминки. Вы большие молодцы. Но не останавливайтесь на достигнутом. Шейте лучшие костюмы из лучших тканей. Включайте только качественные фонограммы. Используйте свет. Цвет, декорации, инженерные находки. И помните, наш главный и беспощадный враг – это скука. Мгновенно губит в игре любую, самую замечательную идею. Давайте не дадим скуке ни единого шанса. Дорогие друзья, от всех экспертов нашей номинации желаем вам новых открытий и счастливых мгновений! Сертификаты участника получают программу. Путь-дорожка фронтовая. Центр дополнительного образования «Город Тамбов». Специальный приз жюри «За стремление к познанию» и «Любовь к родному краю» получает программа «Пензенский калейдоскоп». Среднеобразовательная школа номер 64 «Город Пенза». Специальный диплом жюри «За стремление к познанию» и «Любовь к родному краю» получает программа «Нижегородская ярмарка» Центр детского творчества автозаводского района «Город Нижний Новгород». Специальный диплом жюри «За сохранение народных традиций» получает программа «В гостях у Матрёны Ивановны» среднеобразовательная школа номер 16 «Город Батайск». Дипломом третьей степени награждается программа «Однажды в музее» Дворец творчества детей и учащейся молодежи Республика Коми, город Сыктывкар. Дипломом второй степени награждается программа «Кузовок с потешками» Центр внешкольной работы на Сумском, город Москва. Диплом второй степени вручается программе «Оренбургский разгуляй». Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи имени Поляничка, город Оренбург. Победителем номинации «Отечество наследники» становится программа «Из России с любовью». Центр детского творчества «Ритм», город Пельм. Осталась последняя номинация. Давай узнаем, у книги какая. А давай я буду считать про себя. Вы серьезно? Вот вам последний игровой прием. Метод исключения. Стой! Мы все поняли. Последняя номинация «Территория безопасности». Дорогие друзья, дорогие юные друзья, участники удивительного всероссийского конкурса «Созвездие игры и дети». Я рад приветствовать вас. Вы большие молодцы. Вы представили свои творческие ролики, которые посвящены теме «Территория безопасности». Используя игровые технологии, вы сумели рассказать о правилах дорожного движения, об управлении рисками при использовании интернета. И затронули очень важные аспекты безопасного детства. Вы большие молодцы. И я хочу выразить вам искренне слова благодарности. И, конечно, отметить ваших педагогов, ваших наставников. Я от имени и, может быть, по поручению экспертов хочу поздравить вас, пожелать вам дальнейших успехов и открытий в удивительный мир игры. Сертификаты участника получаем программы. Светофорики. Дом детского творчества номер 15. Город Набережные Челны. Урок здоровья. Центр детского творчества Автозаводского района. Город Нижний Новгород. Случай в Пешеходинске-Зебрянском. Городской дворец детского и юношеского творчества. Город Нижний Тагил. Клуб внимательных пешеходов. Дворец творчества детей и учащейся молодежи. Республика Коми. Город Сыктывкар. Школа безопасности. Дворец творчества детей и молодежи. Город Йошкар-Алла. Специальный диплом жюри за игровую позицию ведущего и умение активизировать аудиторию получает Дмитрий Иванов. Дворец творчества детей и молодежи. Город Йошкар-Алла. Специальный диплом жюри за активную позицию ведущего и актуальность темы получает программа «Азбука. Гаджет безопасности». Рязанский городской дворец детского творчества. Город Рязань. Специальный диплом жюри за актуальность темы и оригинальный сценарий получает программа «Мы в ответе». Ивановский городской дворец детского и юношеского творчества. Город Иваново. Диплом третьей степени вручается программе «Миссия Стоп. Варнинг». Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. Дипломом третьей степени награждается программа «Олимпийская деревня. Дворец детского творчества. Город Гаврилов-Ям». Диплом второй степени вручается программе «Экипаж НЭКС». Ярославский городской дворец пионеров. Город Ярославль. Дипломом второй степени награждается программа «Безопасность. Чек». Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. Победитель номинации «Территория безопасности» становится программа «Аймолит. Не против Бармалея». «Центр детского и юношеского творчества города Янакиева». Все победители названы. Но осталась самая интересная и интригующая. И сейчас мы назовем имена юных игротехников. Подожди, ну их так хотел назвать Егорка. Егорка, Егорка, прием, мы на связи. Егорка, прием, как слышно? Странно, почему он не отвечает? Я готов. Я мечтал об этом всю жизнь. И вот случилось. Я мечтал стать юным игротехником. Прочитал все книги и научился очень многому. И теперь я готов объявить юных игротехников созвездие игры «Точка дети» 2021 года. Данил Прилепский. Центр детского и юношеского творчества города Янакиева. Николь Челайша. Дом пионеров и школьников город Воронеж. Егор Дейльницын. Дворец творчества у Вознесенского моста Санкт-Петербург. Ольга Кобелева. Центр детского творчества «Ритм. Город Перемь». Елизавета Борисова. Академическая гимназия номер 56. Санкт-Петербург. Любуюсь созвездием игры, я заметил, что с каждым разом она становится все ярче и ярче. И я верю, что уже совсем скоро мне не понадобится подзорная труба, чтобы любоваться им. А книга, которая нам помогала, не последняя. И после созвездий игры «Точка дети» появится новая. И каждый участник обязательно получит ее. А я выучу наизусть. До скорых встреч на Созвездии игры!